Вопросы подробного доклада. Понятно, что здесь доклад очень подробный, большой и ясно, что за этим стоит еще более подробная и большая работа, потому что не все отражается в этом докладе. Вопросы подробного доклада. Как депутат могу сказать, что по участку, начиная от ареи Мурашова, очень много проведено по моему избирательному участку. И, конечно, тут большое спасибо, прежде всего, от жителей. Если мы еще школу сделаем и все остальное, это будет прекрасный толчок для отдаденных наших микрорайонов. Видно, что не только центр нашли. Ну и поскольку у нас тут четыре депутата от спорта, хотелось бы тоже общее мнение высказать. Год прошел за этот год. Много, во-первых, глыба такая, которая нас тянула назад, это ремонт стадиона Шахтера, и он наконец-то звонит, что не удавалось у нас там в последние десятилетия. И за это отдельное спасибо. Две площадки вы сделали, две площадки сделали. Мы чувствуем, что мы не только через министерство пробиваемся, но и через министерство финансов. Спасибо Светлане Александровне, конечно. Очень большая поддержка нашего взаимного финансов. Поэтому, как бы, работа пятна, работа вот она. И единственное, что в этой ситуации стоит сожалеть, что у нас всего три оценки. Пожалуйста, Николай Павлович. Пожалуйста, Николай Павлович. Поэтому, коллеги, я хотел бы выразить искреннюю признательность нашему главе. Почему? Потому что уже второй год подряд бюджет, как он и обещал, больше двух миллиардов рублей. Это достаточно, очень сильный показатель. И сегодня, вот то, что Николай Павлович сейчас перечислил, и успехи по спорту, и реконструкции, все. Это вот как раз залог того, что у нас есть возможность получать средства, необходимые для таких проведений огромных работ, связанных и с реконструкцией, с ремонтом, ремонтов и культуры, и спорта, и дорог, и всего остального. Поэтому, огромное спасибо. Хотел бы отдельно отметить озеленение. Владимир Павлович, вот эта работа, она на века. Вы это понимаете, да? Молодец. Да, эта работа на века. Вы понимаете, что я еще попрошу? Ну, я думаю, что вы об этом думаете и понимаете. Потому что деревья, которые мы садим, это они растут гораздо больше, слава богу, чем мы, и наши дети, и наши предки увидят эти деревья, которые мы садим, и они будут очень-то радоваться. И еще один момент, хотел бы, на который я обратить внимание, это на вашу обстоятельность. Вы очень обстоятельно подходите к каждому вопросу. Вы вникаете, смотрите, как это лучше сделать, на что обратить внимание, чтобы второй раз к этому вопросу не возвращаться. Это очень хороший показатель, очень хороший задаток руководителя, качественного руководителя. Поэтому моя оценка отличная, как всегда. Ну, я хотел бы также выразить признательность коллегам, вашим подчиненным. Почему? Потому что одно дело бюджет получить, но второе, большая задача бюджет исполнить. Хотел бы всем вам выразить огромную признательность, чтобы вы так дружно работали и как можно качественнее исполнили этот бюджет. У меня все. Олег, еще? Мы не знаем. Ну, как председатель Союза Космония и политики, поработал по вопросам общества, я хочу сказать, что все проблемы никогда не решать. Ну, к этому мы стремимся. И критики никогда не избежать, даже когда сделаешь это обстоятельно, сделаешь все хорошо, потому что кому поп, кому попая, да, знаете, скажу по голову. Я бы хотел отметить самое главное. Знаете, в прошлом году у нас было, как я его назвал, совещание с выполняющим обязанностями, да, губернатора тогда Михаила Михайловича Коскова, оно прошло в начале лета, в ДК, было очень много критики и в наш адрес медицины, и в адрес главы города, и в адрес благоустройства. И вот прошло уже полгода, многое все-таки удалось изменить. Но хочется просто сказать самое главное. Даже в своем докладе Владимир Рудольфович, как руководитель, акцент делал на благодарности тем людям, с которыми он работает. Есть такая хорошая фраза, она разным авторам принадлежит, ну, они описывают в интернете, сейчас же тоже есть, что хочешь похвалить человека, похвали его немедленно. Хочешь его поругать, отложи до завтра. Возможно, ситуация изменится. И вот где-то, я считаю, нам, ну, может быть, и не хватало такого руководителя, который вот системно, обстоятельно, и вот в этом отношении позитивно работал со всеми. Владимир Рудольфович уже сказал, что он всегда готов, и вот сегодня это подтверждалось, с любой сцены наградить любого жителя города, который этого достоин, который должен, и о нем надо сказать. Вот за это огромное спасибо, Владимир Рудольфович. И я думаю, что уже сомнений нет, наверное, в нашей оценке. Ну, что, коллеги, подождите, Владимир Рудольфович, мнения, представители и комиссии. Я чуть-чуть уже могу сказать. Да, пожалуйста. Просто я хотел, чтобы сказать, да, я думаю, что будет какая-то критика, и поэтому я думаю, тогда я скажу. Ну, здесь вот то, что сегодня я говорю, я полностью согласен с Евгением Петровичем, Николаем Николаевичем, Владимиром Сергеевичем. Эта вот оценка, она, это не есть. На самом деле видно, что это искренне. Я полностью поддерживаю, согласен с Евгением Петровичем, что были бы другие оценки, если бы, да, кто-то озвучил Николай Николаевич, я бы полностью согласился со всеми этими вещами. Так что, Владимир Рудольфович, дерзайте. На самом деле все хорошо будет, но отработаем. Спасибо. Хорошо, Сергей, пожалуйста, Татьяна Викторовна. Владимир Рудольфович, я тут хочу сказать о системной работе администрации и вас, как руководителя. На мой взгляд, руководители отличаются чем? Это внешние связи, которые выстраивают именно руководители, это привлечение финансов дополнительно, помимо того бюджета, который проектируется каждый год. И если эти внешние связи выстроены правильно, значит, есть расширение бюджета, есть новые какие-то возможности, новые прогнозные проекты. Но вместе с тем, есть ряд вопросов, которые я хотела бы озвучить, но и какие-то осуждения. Большое спасибо за большую, за хорошую оценку работы моего коллектива. Я очень благодарна руководителям предприятий, которые всегда работают с нами вместе, которые, конечно, вошли в этот проект и, собственно говоря, и прививили в этот проект. Это не Заводская адрес, не Заводская. И проекты, когда мы работали, у нас было очень мало времени для того, чтобы действительно его исполнить. Потому что это эмоциональный проект, вы сами знаете, какие подходы к этим деньгам идут. Поэтому, конечно, мы были задействованы и службы города, в том числе, которые помогли нам, и все, наверное, поэту не датать нам шею. Потому что это была большая системная работа, и в котором включался не только коллектив Места, но и очень многие, кто живут в нашем городе. Потому что обязательные учреждения действительно достойные, имели хорошие исторические позиции и традиции в городе. И здесь, в Заводской делами, даже города Назарова и Крама. Ну, вместе с тем, я прошу очень о помощи от муниципалитета. Ну, наверное, это в какой-то степени связано еще и с молодежной политикой и со спортом. Попрошу обратить внимание на то, что в поселке Гор нет ни одной спортивной площадки. В данный момент силами краевого образовательного учреждения значительно научилась материально-техническая база, выполнено благоустройство рядом с образовательным учреждением. Я очень прошу рассмотреть и внести в перспективные планы вопрос по привлечению муниципальных средств, либо восхождение в какой-то грамм, может быть, привлечением наших работодателей для того, чтобы создать именно какую-то спортивную площадку, которая востребована в главу как студентами техникума. Ну, и в бану также находится и школа, и детский сад. И я думаю, что молодежи, это тоже будет нужно и полезно. Дальше очень прошу, благодарна, опять-таки, от лица жителей, благодарна за то, что 24-й год, улица Шоссейная, потому что она тоже действительно проблемная и не менее проблемная, чем улица Красноармейская. Очень прошу, исполнить те обещания, о которых сейчас вы говорили, по микрорайону Западную, потому что это боевая точка, и в зависимости от того, что там уже проживают не многодетные семьи, а территория востребована уже другими ценами, я думаю, что здесь, конечно, пора обратить на это внимание. И, конечно, это пробный дом, потому что в этом году там два дома, как будто не было, люди проживают и будут проживать на этой территории, не смотря на то, что промышленная зона уже не востребована, как это было ранее. Один дом был полностью, можно говорить, приведен в соответствие внешне. Второй дом, как было обещано, я надеюсь, в ближайшее время так же будет утеплен. Я очень прошу обратить еще внимание на пешеходный мост, о котором я уже говорю в стране. И, пожалуйста, это тоже боевые вещи, которые люди просят как-то озвучить, не забывайте об этом. По вокзальному 1 и 1А, спасибо большое, что тоже были решены вопросы в воровой территории при установке мусорных контейнеров, но там есть очень большая проблема, которую мы озвучили. Я понимаю, что она не решается быстро, это электроснабжение двух домов. Мы с вами об этом говорили, я очень надеюсь, что этот вопрос так же не останется без вашего внимания. Только могу сказать спасибо большое, вы нас слышали эту политику, по крайней мере, нашу воспринимаете. Самое главное нам выполнить этот объем, получить дополнительные денежные средства, доделать нашу большую вторую работу, это нижняя долога с поселок Бор. Она очень востребована на сегодняшний день. В этом году мы частично реализуем, в следующий год, потому что мы привлечем наши крупные предприятия, в том числе и так комплексно закончим этот проблемный участок. Ну и самое главное теперь, как говорится, в управлении городским хозяйством, в свое время это все содержать, убирать, ремонтировать, для того, чтобы все это сохранилось на долгие годы. Спасибо большое. Еще хотел отметить общественно-политическую работу, работу людей старшего поколения. Ну и, конечно, это связь патриотической работы, волонтерских организаций. Столько действительно было многитарного вызова, в одном из двух, в том числе, принимал участие, активно. И действительно, пробуждает люди чувство долга, ответственности перед страной, перед выдачей, которая поскорбозимых предыдущих. Мы пригласили на заседание общественная организация наша, это общественная палата. Вижу, что Александра Викторовича нет, Людмила Геннадьевна здесь. Валерий Николаевич, вас мы пригласили. Я признаю, что у вас также состоялся разговор с главой города по тем мероприятиям, делам, ну, скажем так, тот же отчет состоялся. И хотелось бы услышать оценку мнения ваших сообществ по поводу работы, по поводу тех, выполнения наказа. Валерий Николаевич, двух слов, пожалуйста, мы за время, да. Да, очень много. Я хотел бы, я представляю, ту часть нашего города, нашего населения, довольно многочисленная. Это люди, так называемые, серебряные возрасты. Ну, и, откровенно говоря, на протяжении уже несколько лет, ну, внимания особого в этом направлении не было. Ну, благодаря устойчивости нашего главы, значит, принимая часть в этой работе, я могу отметить, что, во-первых, команда нашего главы и самого очень большое внимание уявляет нам, передачи, передам ветеранов. Значит, мы сейчас чувствуем эту ответственность, чувствуем понимание. Вот тот отчет, который был, как называлось, был очень на высоком уровне, большой голос есть. Ну, и к каким вопросам мы бы не обращались, мы понимаем, и у команды главная, нашей администрации, и у самого главы, а все полное понимание. Я считаю, что вот такое отношение к нашим ветеранам, конечно, всегда дошло позже для развития нашего именно общества. И мы будем стараться в то же время принимать самое активное участие в жизни нашего города. Ну, я впервые присутствую на свидании нашего городского совета. Спасибо. Нет, от общественной палаты. Да, конечно, я присоединяюсь ко всем выступающим. Добрые слова прозвучали в адрес Владимира Рудольфовича. Мы как бы новая организация, да, мы первый год это работаем. Сколько проводилось у нас мероприятий, мы всегда приглашали, как Владимира Рудольфовича, так же его и замок. Мы чувствовали поддержку от всех, помощь, с чем бы мы ни обращались, какие пожелания им это самое высказывали, что бы мы хотели увидеть и в благоустройстве, и в транспортной системе. Но мы видим результат, так что мы всем удовлетворены, я поддерживаю мнение всех здесь присутствующих, выступающих. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Если закончили, мы просим вас занять свое место. Да, пожалуйста, присаживайтесь. У нас сейчас наступит процедурный момент, и поэтому прошу вас, занимайтесь свое место. Спасибо, Владимир Владимирович. В качестве итога и резюмируя нашу с вами такую длительную работу, хочу акцентировать внимание на том, что, во-первых, выстроена работа по увеличению финансирования, увеличение инвестиций, отмечается очень такой уверенный, повседневный контроль за выполнением работ и личное участие, отмеченные депутатским корпусом инициативы в работе в голове города именно по привлечению молодежи, по участию в их, так сказать, жизненном пути, по признанию их достижений, по инициативе по появлению структур, таких как совет директоров, которые будут в том числе способствовать появлению новых созданий рабочих мест и устройства нашей молодежи, выпускников наших техникулов. Культурно-массовые мероприятия разной направленности, способствующие формированию позитивной общественно-политической ситуации в городе Назарова, гражданской позиции жителей, сплоченности жителей, духовности, ну то есть спортивные направления, самые разные. Организация инициирования в работе по поддержке семейства, гуманитарной помощи, личное участие главы города в этом, выстраивание взаимоотношений с общественными организациями, а именно начал свою работу Совет ветеранов, общественная палата, выстроена работа с руководителями предприятий, ну и все те аспекты, которые уже мои коллеги высказали, и что необходимо, тоже сегодня прозвучало, в протоколе будет отражено, акцентирую внимание все-таки на молодежной политике, структура ее, я имею ввиду, чтобы обеспечить управляемость этой, так сказать, отрасли, необходимо продумать структуру, кадры, содержание, формы работы, продолжить работу, связанную с инвестициями, вы уже здесь в очеке сказали, и эта проблема связана с комплексным планом по улучшению атмосферного воздуха, его нам нужно с вами, вместе с вами продвигать, утверждать и реализовывать. Татьяна Викторовна была инициатором, это программа по освещенности, улучшению освещенности в городе Назарова, у нас с вами надо будет на заседании постоянной комиссии посмотреть наркосервисный контракт, там, наверное, уже у нас идет к завершению, сан-саном мы на комиссию поставили в плане работ, посмотреть, и тогда уже перейти к этой программе. Ну и есть ряд других вопросов, которые будут озвучены и в коде отчета Горусского совета, хотя у нас практически сегодня совместный отчет прозвучал, и все везде настолько взаимосвязано, и мы это отвечаем, что работа администрации города, главы города и депутатского корпуса, она вот настолько связана, и мы все вопросы, все вопросы принимаем решения совместно, ну реализуем совместно, и ответственность несем за них тоже совместно. Поэтому сосредоточимся и дальше на решении главных задач обеспечения жизнедеятельности города. Павел Сафа Юристович, мы вас услышали, будем тоже в этот процесс более вникать. Ну и, конечно, благосостояние наших жителей, наших мужа. Коллеги, процедурно у вас находится в раздаточном материале, переходим к процедуре голосования. У вас имеется проект решения об отчете результатов деятельности главы города Назарова. Согласно уставу города, у нас две оценки деятельности, это неудовлетворительно и удовлетворительно. На сегодняшний, на данный момент, прозвучало предложение депутата об оценке удовлетворительно. Другие предложения по оценке деятельности будут, коллеги? Других оценок, предложений по оценке нет. Поэтому предлагаю проголосовать. Значит, проект решения в соответствии с частью 11.1 статьи 35 федерального закона 131 КЗ в общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации под пунктом 16.2.1 статьи 21 устава города Назарова заслужив и отсудив представленной главой города Сааром Владимировичем отчет о результатах деятельности главы города Назарова за 2023 год Назаровский городской совет депутатов решил 1. Отчет о результатах деятельности главы города за 2023 год принять к среднему 2. Признать деятельность главы города Назарова за 2023 год удовлетворительной 3. Опубликовать настоящее решение и вступать в силу со дня подписания. Коллеги, предлагаю представленный проект решения утвердить, кто за против воздержался решение принято единогласно